На первом заседании суд рассмотрел дело подозреваемого Баграта Сурмава. Ходатайство гособвинения зачитал прокурор Садби Хагба. Баграт Сурмава обвиняется по статье 206 части 2, то есть участии в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, а также оказание вооруженного сопротивления представителям власти. Наказание – лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. 8 января 2022 года в порядке ст. 91.92 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия Сурмава задержан органом расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Основанием для задержания подозреваемого Сурмава в соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия являются полученные в соответствии с законом материалы оперативно-раскнуть деятельности, в которых имеются достаточные данные о причастности последнего к совершению преступления. Будучи допрошенным в качестве подозреваемого, Сурмава свою вину не признала дачи показаний по имеющейся в отношении него подозрения отказался. Прокуратура ходатайствовала об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 февраля. Дальнейшую съемку выступления Садби Ахагба суд запретил. Прокурор указал несколько оснований для избрания подобной меры пресечения. В частности, во время массовых беспорядков подозреваемый использовал средства сокрытия своей личности – темную куртку с накинутым капюшоном и маску, что по версии средствия характеризует его как общественно опасную личность, способную на противоправное поведение и в дальнейшем. Кроме того, по мнению прокуратуры, об этом свидетельствует и тактика защиты Сурмава. С приведенными аргументами адвокаты подозреваемого не согласились. Избрание меры пресечения в виде заключения под стражу допускается только при наличии основания предусмотрены в статье 97. Первое – скроется от дознания предварительного следствия или суда. Второе – может продолжить заниматься преступной деятельностью. Третье – может угрожать свидетелям или же иным участникам уголовного суда производства, уничтожить доказательства, либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Пусть другого не дано. Почему? Только мы это знаем. Об этом только знаем. Потому что мы руководствуем этим уголовно-процессуальным кодексом. И при отсутствии таких данных судом мера пресечения в виде заключения под стражу не может быть избрана. Наличие черной куртки с капюшоном – это еще не означает, что он его по этой куртке мог опознать. Это один такой момент. Далее, значит, он еще в своих показаниях торчо говорит о том, что, значит, он его опознает мужчина среднего роста, плотного телосложения и так далее, и так далее. Вот среднего роста я, вот у меня метр шестьдесят восемь, а Баграт, он ниже меня, поэтому у него не может быть никак мужчина из среднего роста. Значит, это тоже один такой момент. Вот хочу, чтобы обратили внимание на это. Далее, значит, на что еще хочу обратить внимание. Значит, Сурмава, значит, Баграт Абесоломович, он характеризуется с места жительства положительно, отзывы у него хорошие, у него семья, двое малолетних детей, шесть лет и четыре года, ожидается третий ребенок, мать у него инвалид второй группы, отца нету, отец участник войны был. После полуторачасового совещания суд избрал следующую меру пресечения в отношении подозреваемого Баграта Сурмава. На основании изложенного и руководствуясь статью 107 УПК РА постановил ходатайство зампрокурора Сухума Трапши об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворить частично. Избрать в отношении подозреваемого Сурмава Баграта Абесоломовича, 92-го года рождения, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 20 дней. На втором заседании суд рассмотрел дело Анрика Инапшба. Ранее заседание уже было перенесено по состоянию здоровья подозреваемого. На этот раз Анрик Инапшба присутствовал, однако сказал, что чувствует себя плохо. Инапшба также обвиняется по части 2 статьи 206 участия в массовых беспорядках. Фото и видеосъемку подозреваемого суд запретил. 8 января 2022 года в порядке ст. 91-92 Уголовно-процессуального кодекса Инапшба задержан органом расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Основанием для задержания Инапшба в соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса Республики Абхазия являются полученные в соответствии с законом материалы оперативно-розыскной деятельности, в которых имеются достаточные данные о причастности посыднима к совершению преступления. Будучи допрошен в качестве подозреваемого, Инапшба свою вину не признала, дача показаний по существу имеющегося в отношении его подозрения отказался. Сторона защиты не согласилась с ходатайством и, в свою очередь, просила суд избрать меру, не связанную с заключением под стражу, учитывая состояние здоровья Инапшба и другие характеризующие его факторы. У него судимость, во-первых, погашена, во-вторых, он с тех пор создал семью, у него двое малолетних детей, он отец семейства, он работал практически до последнего, он был освобожден от работы в 2021 году, он не тунеядствовал, не занимался никакими криминальными делами. В итоге в отношении Инапшба была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц до 8 февраля. Из Магуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.